Ну а сейчас, обращу ваше внимание, вот отсюда очень хорошо видно Воткинский пруд. Кстати, видите, рыбаки сидят, чебачки, так называют их в Воткинске. Чебак это местная рыба. И вот Пётр Ильич вспоминал всю жизнь как пели Воткинские рыбаки, песни нежные да протяжные. Но на самом деле именно с этого места начиналась история нашего Воткинска. Когда-то давным-давно, в году 1757, граф Пётр Иванович Шувалов выбрал именно это место, чтобы строить новый железоделательный завод. И вот вы, судары и судары, не представляете, да, с чего начинается строительство завода в XVIII веке? С возведения плотины, потому что нужна энергия падающей воды. И вот представьте себе, этот пруд вырыли вручную тысячи местных крестьян. Многие погибли, конечно, при этом. Они копали пруд лопатой, утрамбовывали глиной, ставили сваи из лиственницы. И ширина пруда достигает двух с половиной километров, а длина пятнадцати километров. Не было, то есть текли речки по окрестностям, вырыли недину и пустили в них речки. И вот у нас падают речки Круп. Абрамовка, Епифановка, речка Берёзовка, ну и, конечно, известнейшая речка Водка, которая дала название нашему Водкинску. Кстати, с этим было связано очень много забавных историй. И вот, скажем, когда Водкин создавал Капитанскую дочку, он хотел посетить Водкинск. Как-то у нас с ней добрался и записал свои книжечки. Посетить Водкинский виноворенный завод. То есть ошибки ведь никто не знает. Но для нас, конечно, самое главное, что Водкинск всю жизнь помнил Чайковский. И вообще мы считаем, что все истоки музыки, все истоки творчества Чайковского, они вот здесь, на Водкинской земле. Это, конечно, книги, которые читал маленький Пёк вместе с мамой, с папой, с любимой гувернанткой Фанни Дёбах. Вот в этом чудесно Водкинске время. Это музыка, которая звучала в Водкинске в то время. И, конечно, Водкинское первое. Закаты на пруду Чайковский, опять же, вспомнил до конца дней. Так что, может быть, у вас появится желание, и вы останетесь до вечера посмотреть на наши заказы. И вот вы приедете в мае, в июне. И вот Борис наверняка знает, что у нас всегда расцветают любимые цветы Петра Ильича. Это были ландыши. Я вам буду сегодня рассказывать, как маленький Петя вот в этом доме, И когда ему было шесть лет, начал писать стихи на французском языке. А вы знаете, что Чайковский, великий композитор, всю жизнь писал прекрасные стихи. И вот своим любимым стихотворением он как раз читал стихотворение «Ландыши». У ландыша чего ты радуешь так взоры? Другие есть цветы, роскошные и пышные, И ярче краски в них веселее узоры, Но прелести в них нет таинственной твоей. Вот это же тоже память из детства. Представьте, как Петя выбегал из дома в сад, Лежал под липой, искал первого жемчужника ландыша. Все мы родом из детства. Ну а сейчас мы идем к людской избе. Это первое историческое здание. Ну а мы с вами встретились в этом домике. Когда-то здесь были конюшни Воткинского завода. А сейчас сказка музея. Вообще с историей завода, с историей труда связана вся судьба Чайковских в Откинске. А сейчас подходим к людской избе. Три года тому назад, в 2019 году, мы очень широко, надеюсь, мы ее отмечали, 175 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. И до этого два года мы были закрыты на третью научную реставрацию. Все обновилось, но в то же время, вы видите, все таким, каким оно было при Синьке Чайковского. То есть, подождите, это же длино отреставрировано, получается? Конечно, да. А есть, где увидеть, как это выглядело? Только на рисунках. На рисунках, да. Фотографии в те времена не было. И мы увидим единственную фотографию семьи, но она сделана в Петербурге в этот период. Итак, людская изба. Вот сударь видит, что его встречает кот Василий. Наблюдает, кто пришел в усадьбу. И как раз с этой стороны людской избы была комната для приходящей прислуги. Туда мы тоже заглянем. А с другой стороны, как раз баня и прачечная, где мы будем пить чай с пленами после экскурсии. Ух ты! Прямо в бане. Ну а сейчас подойдем к чудесному дому, в котором родился Петербург. Мы уже начали упрощать их саду. Прождество к Новому году. И нынче у нас, конечно, все по мотивам сказки Гоффмана. Мишина, король, еще и домчик. Ну а если бы мы сейчас с вами перенеслись век девятнадцатый, мы бы, сударей и сударыня, оказались возле лучшего дома в Водкинском заводском поселке. Конечно, Водкинск, это был не город в тех временах, это был поселок при заводе. А вот этот дом, он был номер один на господской улице. И посмотрите внимательно, этот дом номер один не по порядку, а по статусу. Вот этот вот, вот этот, да, самый большой. И дома в те времена на господской давали номер по статусу чиновника, который жил в доме. Круто! Да, и как вы думаете, для кого был лучший дом в поселке? Для его отца, для начальника Водкинского завода. А кто такой начальник завода в те времена? Это как глава или мэр города сегодня. Но начальников назначали только из Петербурга указом императора. И в 1837 году Николай I назначает новым начальником нашего Водкинского завода подполковника Илью Петровича Чайковского. И он приезжает в Водкинск из Петербурга 27 марта, езжает на господскую, пишет своей жене, встречали меня, ну как настоящего царя, как помещика. Передо мной поскакала сотня казаков, а все чиновники начали высовываться из окон, и из ворот, и смотреть на меня, как на дива. Ну, кем же будет новый начальник? Всем было интересно. Ну, а когда прошла весенняя распутница, дороги стали чуть лучше в России. Из Петербурга в Водкинск к Илье Петровичу едет его молодая, очаровательная супруга Ангел Сашечка. Так он ее всегда называл. Александра Андреевна, мама композитора. И в этом доме родители Петра Ильича прожили 11 лет. Но вы знаете, они оба в письмах написали, что Водкинск – это была счастливейшая эпоха в нашей жизни. Но вот повторю, что никогда и нигде больше у Чайковских не было такого счастья. Очень скоро умирает после Водкинска мама. Семья как бы распадается, и Водкинск остался вот таким лучезарным, светлым периодом. Ну а мы с вами заходим в дом через крылечко Садбара. А там кто-то живет? Нет, только мусиль, да? А вот там женщина дважды одобряет, а там женщина живет. Ну я могу рассказать лиспические истории. На самом деле нам кажется, что кто-то живет. Что-то привидение? И привидение, да, тоже наверняка. Ну это же реально женщина, смотри. Да, она смотрит. Привлизь. Слышь. Ну там реально женщина была. Она спряталась. Ну знаете, я думаю, что, конечно, всякие такие мистические истории у нас. Я работаю в музее 10 лет, рассказать очень много могу. Сама побаиваюсь оставаться в частности до 11 вечера. На самом деле жутко проходить у дома. Или в дом заходить, если что-то срабатывает сигнализация. Но это связано больше не с Тарковскими, они-то были очень счастливы. Представьте, это была казенная квартира. В этом доме жило 18 семей. Потом началась революция. Ижевско-Водкинское восстание. В 18-й смысле это, ну, одни за другим. То есть назначают нового начальника, мебель, оставляют, все это заводское имущество, дом тоже заводское имущество. В 18-й год. В город приходят красные, занимают лучший дом, держат пленных белых в подвалах. Там подвалы огромные. Отсюда ведут стрельбу. Там расстрелы красноармейцев. В доме тоже шли расстрелы. Скорее всего, вот это связано с гражданской войной. Ну и все усадебные постройки, они были сожжены. И вот усадебные постройки, вы видите, воссозданные. По чертежам... Конечно, это не возможно. Невозможно. Слава Богу, что сохранился сам дом. Вы знаете, этому дому 212 лет. Он построен в 1806 году. И, как ни странно, он построен из лиственницы. Он деревянный. Ага. Вот это чудо, что его не сожгли, не разрушили. А музей открылся к столетию со дня рождения Чайковского в 1940 году. И вот когда корреспондент описал, что что же произошло с нашей русской памятью. Вместо крыши видно небо, камины разрушены, ходить по дому невозможно, а на доме табличка. Здесь родился великий русский композитор Чайковский. И вот очень быстро начинают реконструкцию и открывают музей. Ну и бывает у нас очень много гостей. Примерно 150 тысяч человек в год посещает наш музей. Население Водкинска 98 тысяч человек. Сколько еще? 150 тысяч. 150 тысяч в год. А, 150 тысяч. Да, то есть интерес в последние годы особенно очень растет. Ну, это композитор на весь мир. Конечно. Он первый в мире, сказали. Он поисполняемости. Признан в мире. Он первый в мире, да. Каждые 7 минут звучит музыка Чайковского на земле. И вот, вы знаете, даже до смешного, да, танец маленьких ребятей, ну, куда его только не перекладывали, да, для мобильных телефонов. Не пристраивали, да. Да, но это же означает, что любой человек считает вот эту музыку уже чуть ли не народной. Да, да, да. Давайте согреемся. В доме тепло. Было 8 печек и 3 камина. Но, кстати, при Чайковске втопили градусов до 16, не выше. Трава экономили. Я думал, они не любили жару. Мы заходим через крыльчка со двора, повторю, пора выход в дом, увидим позднее. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь, надевайте Васильеву. Осторожнее. Пожалуйста. Снимай. Ну, сейчас, давай по-хиллу, идем. Простите, можно вас сочинить? Меня зовут Илья, да, по службу музея. Можно ли делать фото по территории? Конечно, можете сюда. Вы не можете находиться на фото. Мы только в зале, в общем. Фото съемка, официально у Олега. Все. А, погоди. Кто куда? Они раскидки. Машина? Нет, нет. На рояле, да, поиграем к тебе? Я думаю, что да. Значит, с вами приедем. Если это будет интереснее, я думаю, разрешать. Раздеваться можно, да, конечно же. Не волнуются, снег, как и Чайковский. Дело в том, что мы обнаружили градусов до 16, да? Александра Андреевна однажды уезжает в гости в Петербург, в Симклутурно-год, и пишет, ну, какие транжиры. У них цветы на окнах зимой топят до 25. То есть 20 градусов – это уже транжирка, да? Да, абсолютно. Я думаю, что это было. Ну, из у Чайковских в этом крыле дома была огромная кухня. Здесь жила семья, было расстояние печи, здесь готовили все блюда. И только после последней рестопрации у нас появился вот такой удобный вестибюр для всех, кто приезжает на родину Чайковского. Ну, а Илья Петрович приехал в Горкинск, он в первом весне пишет Ангелу Сашевке. Дом, в котором мы с тобой будем жить, очень хорош и обшивен. И вот он сразу к приезду любимой жены начинает ремонт, как прям современный, да, человек. И обо всех переделках он, конечно, ей сообщает. И вот однажды он ей пишет. Ангел мой, Сашечка, стены в доме уже готовы. Зала желтая, гостиная голубая, кабинет зеленый. Картины уже развешаны и стало так хорошо, что мне кажется, ты меня расцелуешь, когда приедешь. А твой поцелуй мне тоже чина и ордена. И заметьте, что у Ильи Петровича было два ордена, самых высоких. И по-прежнему поцелуй жены ему был дороже. Вот действительно такие необыкновенные, светлые, очень добрые семейные отношения были в этом доме. Ну, я вас приглашаю в дом счастливых семейных воспоминаний. Нас с вами встречает портрет маленького Петра Чайковского. Пойдемте посмотрим. Конечно, времени очень мало, но я надеюсь, что у вас будет желание приезжать к нам в гости, более артист. Нет, ну, знаете, как у вас хорошо, приезжайте просто отдыхать. Эта картина написана по единственной детской фотографии Петра. И посмотрите, конечно, на картине Петя сидит возле своего детского рояля Вирт. Вот этот рояль мы с вами увидим в музыкальной зале. Вирт – это главное сокровище нашего музея. И посмотрите, какой тревожный взгляд у Петра. Он, видимо, только что закончил играть, а музыка звучит, звучит в голове, она его мучает. И он повторяет, ой, это музыка, музыка, избавьте меня от нее. Действительно, музыка – это был огромный дар, но в то же время это было огромное... ...когда мы начали сочинять музыку, он всегда отвечал одно и то же. С тех пор, как ее... ...и о первых пьесах... Да, мы с вами только недавно познакомились со своим творчеством. Вот, ну я думаю, что, да, будет интересно. Да, очень. Можно поднять коды? У нас здесь новый фотосалон? Обязательно, да. Ну, у рояля обязательно. Ну, а теперь позвольте вам представить всех, кто жил с Петром в этом огромном доме. Пойдемте. Вот, кстати, комнат тоже очень много. И вот на детских экскурсиях задаю задание. Ребята, считайте, сколько комнат мы увидим. И вы знаете, вот за эти 10 лет, пожалуй, два ребенка только сосчитали правильно. То есть дети сбиваются, пальцев не хватает. Можете попробовать родить телеса. Ну, а перед вами сейчас единственная фотография семьи Чайковских в Оргинском периоде. Эта фотография сделана через месяц после отъезда из Оргинска. В 1800 году он, с которым желанием, решил выйти в отставку. Он надеялся найти более прибыльное место на частном заводе. Но ему это так и не удалось. И после Волгинска семья жила в Алапаевске, где Илья Петрович управлял таким же заводом. Потом была Москва, был Петербург. Но повторю вам, что Чайковские никогда больше не были так счастливы. И они все в письмах будут вспоминать мир маленький Волгинс. Ну, а перед вами еще очень счастливое семейство. Глава семьи, начальник завода Илья Петрович. Его супруга Александра Андреевна, мама композитора. Посадив в сердце, стоит Зиночка. Это дочь от первого брака Илья Петровича. Он очень рано потерял первую жену. Но в этом доме у Илья Петровича и Александра Андреевна один за другим дождаются четверо детей. И первым в этом доме родился Николай. Петя – это второй сын. И на этой фотографии Петру Ченковскому как раз восемь лет. И посмотрите на фотографии, Петя, конечно, прижимается к маме. Повторю, что Александру Андреевну Ченковскому всю жизнь просто боготворил. Рядом с мамой Сашенька, она была на год младше Петра. И на руках у папы сидит Полечка. Папошник – младший сын. И детей Ченковские, конечно, на этом доме воспитывала Боя Навика. Ей была француженка, подмазель Фанни Дюрбах. И как раз сохранилось очень много воспоминаний Фанни Дюрбах о том, каким мальчиком был пет. И она вспоминала. Петя вечно свихранит. По неосторожности что-то испачкает, что-то порвет. Он внешне так уступал приверженному брату Николаю. Но стоило несколько минут пообщаться с миляхой Петей. Как ты понимал, какая ласка, какая любовь ко всему живому. Исходит в него из ума, а главное – из сердца. И она называла его стеклянным, хрустальным мальчиком. Он был крайне ранимым, очень чувствительным, часто плакал. И любое замечание он переживал неделями. Поэтому на уроках Петра никогда не ругали. И вот таким стеклянным человеком Ченковский был всю свою жизнь. Вы знаете, мне вспоминается случай, когда после премьеры оперы «Пиковой дамы» в Праге Ченковского поклонники понесли на руках прямо до гостиницы. А он начал плакать, закрывал лицо руками и кричал. Это не мне, не у нее, матушке России. Я вырос в груши. И с детства с самого раннего проникся красотой лучших, чем русской народной музыки. Конечно, Ченковский сам всегда понимал, что истоки его музыки вот здесь, на родной Воркинской земле. Ну и перед тем, как мы зайдем в дом с вами, давайте послушаем овертюму, то есть вступление к нашему усилию. Внимание на экран, а звучит знаменитый первый фортепиальный концерт. А жизнь Ченковского после Воркинска. В этом учебу в училище проводителей в Петербурге берем преподавание в московской консерватуре и снова в любимый Петербург. После неудачной жены по Ченковске на долгие годы уезжает за границу. Ему еще при жизни рукопискали залы всего мира, вся Хиплопа и даже Америка. Напомню вам, что Ченковский – это единственный русский композитор, которому при жизни дали почетное звание доктора музыкальных наук. И только последние 18 месяцев жизни Петр Ильич проводит в первом своем доме. Никогда у него своего дома за всю жизнь не было. Он покупает дом в Панмосковье, в Клину, и там сейчас главный музей Ченковского в России. Ну а мы проходим в дом, где прошло детство Петра Ильича. Первая комната – стеклянная галерея. Пойдемте, будьте осторожны. Доктор музыкальный. Да, Кембриджского университета, то есть в Лондоне. Единственный русский композитор. Это галерея, вела из кухни в столовую, и каждый день на подносе повар нес блюдо к столу через эту комнату. Здесь у Ченковских был маленький зимний сад, и вот сюда садовник из теплицы приносил только самые красивые цветы. Кстати, я забыла вам сказать, что в теплицу мы с вами тоже заглянем. И если у нас наконец-то созрел ананас, наверное, нужно для вас слезать. Напомните, хорошо? Но это как? Давай это свежий ананас. Да, в теплице только напомните. В теплице, хорошо. А сейчас позади вас первый план улицы Господской. Этот план создан в 1843 году. И обращу еще раз ваше внимание на нумерацию домов. Вот он, дом номер один, в котором мы с вами находимся. Теперь вы, правда, видите, что он самый красивый и большой на Господске. А вы обратили внимание, что здесь разбито стекло? Конечно, это рисунок художника. Но он нам рассказывает о случае, который повлиял на всю судьбу Чайковского. Опять же, Фанни Дюрбах, она вспоминала, что в любую свободную минутку Петя не бежал на улицу играть. Он бежал к роялю и подбирал все минуты и насток. Но после музыки он был таким нервным, так плакал, что родители даже подумали. От музыки Петя зайдет с ума. И, представляете, лишь бы он не играл, от него рояль стали закрывать на ключ. Но музыка-то все равно звучала в голове. И Петя начинал выстукивать мелодии, которые слышал он один на всем, что попадется. И вот однажды он стоял здесь, слушал шум дождя за окном. И, видимо, мелодия снова рождалась в голове. И он начал выстукивать ее прямо на стекле. И так увлекся темным обвинчанием, так сильно ударил пальчиком по стеклу, что разбил его. И очень сильно поранил ручку. Сюда сразу же прибежали родители. У Вернандка. Петя, что случилось? А он не замечал ни боли, ни крови. Он взирался по сторонам и повторял одно и то же. Маменька. Музыка была здесь. И вдруг расспались. И вот после этого случая родители поняли, что нужно стать учительницей музыки. А в Ядской губернии учителей музыки не было. Поэтому первой учительницей стала крепостная девушка Марья Марковна Пальчикова. Петру в то время было всего лишь пять лет. И вот представьте себе, он уже известнейший композитор, живет в Петербурге. И ему приходит письмо из Ядской губернии. У него просит материальной помощи его первая учительница музыки. И он назначает ей пожизненную пенсию, ведет переписку и пишет Юргенсону, своему нотоиздателю. У меня просит помощи первая учительница музыки, которой я очень и очень благодарен. Вот такая ниточка из Петербурга в Откинск. То есть Чайковский помнил о ней всегда. Но вы чувствуете, какие ароматы из столовой доносятся? Пора поспешить к столу, надеваясь к столу победу. Вот это очень важно. Будьте осторожны, лестник. Терлик на столе, все-таки рождественский пост. А рыбу, конечно, можно подавать к столу. Проходите, пожалуйста. А там сюда проходите? Ну, вдоль и граждан. Как же стерлик настоящий. Илья Петрович писал, вчера едали, а титра в два куда. Один путь 16 килограммов. То есть, видите, два килограмма. Такие бедники ускорили. Ну, а эта комната столовая. Она вторая в размеру комната крови. Еще больше сала, где проходили настоящие домашние ванны. В этой комнате каждый день за обедами, за ужинами, за чаем собиралась дружная, счастливая семья Чайковских. И в обычные дни за столом всегда проняла мама Александра Андреевна. И только в праздники распоряжение повару отдавал сам хозяин, Илья Петрович. Со стол садились дети, с младшими Бонна Каравина, нянушка, со старшими Бобернанка на глазах в парней тюрках. И еще Чайковские взяли на воспитание племенницу Линдочка, которая рано осталась без мамы. И вот представьте, какая большая семья. Как вы думаете, сутрии, что подойдет у Чайковских в обычный день? Не в праздник. Птицу, совершенно верно, около дома был птичник. А еще что? Козу. Ну, возможно, в Киеве не бывало такое. Но вы правы, потому что простая русская кухня. И, кстати, особенно любили летом ботвинью с сальто. Пробовали когда-нибудь ботвинью? Это типа окошки, только лед добавляется, и обязательно рыба. И вот с этим связан очень смешной случай. Александр Андреев, нанежея в гости в Петербург, Илья Петрович все дозволяет детям за столом. То есть этикет полностью забывают. И вот он ей пишет, Александр Андреев, «Вчера вернулся с Павлик, дети меня встретили, сели обедать. А Поля обедал у меня на руках, ему полтора годика. Ну и дал мне знать. Пролил сначала стакан к васу, потом тарелку супа, и, показывая на стол и пол, говорил «Вя». А Петя всех насмешил. Он стал дуть на ботвинью со льдом и говорит «Ботвинью надо простудить». А Саша проникла на него в носах и отвечает «Петя, а разве ботвиньи бывают горячими?» И сказала это она так мило, что я встал и расцеловал их во все щечки. Вот такой начальник запорный. Но дети у него появились очень поздно, поэтому, конечно, он их просто обожал. Ну а в празднике сюда приглашали гостей. И вот вы с удара, как хозяек, скажите, сколько гостей вы бы смогли вместить за этот стол? Человек 15. 15. А если больше? 100 человек. 100 человек. 30. 30. На самом деле нужно знать секрет стола. Илья Анатольевич писал «Вчера за обедом собралась у нас куча гостей, я бы сказать, общества, человек до 60-ти. И вот в такие дни столбы носили в центр столовой и раскладывали во всю комнату. И повар из кухни подносил новые-новые блюда. И до восьми раз все менялось на столе». Ну вот подумайте, мы с вами пару часов пообедали, а дальше что? Танцевать? Спать? Может быть, бильярд сыграет партию? Нет. Я только танцевал. А по танцовской традиции мы еще должны попить чаю за отдельным чайным столиком. Вам придется потерпеть перед танцами. А, то есть, кто-то с танцами и шоу в государственном чайным столиком. Ну, иногда, конечно, подавали еще рющим, глина, закуски, шампанское. А к столу в общем никогда не подавали, то есть спиртные напинки. Только за отдельным столиком. А к чаю чаще всего подавали царское варенье из уральского винограда. Вы уже попробовали наш уральский виноград? Ничего нет. Скажу. Ну, только пирашки пока попробую. Как они называются? Пирожки? Да. Пирожки. Кирменные пирожки. А, ваши кирменные пирожки. Я думала, перепечи какие-нибудь. Борьки на пирожки. Перепечи не пробовали. Национальные блюда, да? Все не пробовали. Надо обязательно попробовать. Мы сегодня на верболе не попробуем. Да. Ну, а царское варенье, его варили из крыжовника, это царская ягода. И Александра Агинова начиняла каждую ягодку грецким орешком. Это были очень вкусные варенья. Обязательно тоже попробуйте, какие-нибудь его царское варенье. Варенья! Царского! Царского! Сударь! Хорошо. Царского! Подходите поближе. На столе вы видите еще одно наше сокровище. Шкатулку для чая. И эту шкатулку хранили не в кухне, не здесь. Ее хранили в спальне. А ключ от нее был только у Александра Андреевны. И каждое утро мама выносила чай из спальни, отмеряла порцию и снова прятала чай в спальне. Вы, сударь, мне, конечно, тоже дома прячете чай? Нет. А от кого же она прятала чай? Она прятала. А от кого же она прятала, как вы думаете? Чай? Да. Александра Андреевна в спальне. Ну, от человека, который постоянно пил чай. На самом деле, нужно знать еще один секрет. Чай был очень дорогим. И чайбурские покупали чай один раз в году на ярмарке в Нижнем Новгороде. И вот такая шкатулка чая, 400 граммовая, стоила, как ведро черной икры. Офигеть. И была пословица с буквальным смыслом. Чай не водка, много не выпьешь. Дело в том, что чай был не то что в десятки раз, он был в сотни раз дороже водки. Его пили гораздо реже. Чаще всего пили чай на травах. Кстати, в бане Чайковских мы тоже будем пить чай на травах. Уже настоящий чай? Да. Настоящий, да. Ну и, кстати, Чайковский очень уважал чай. И вспомните танец господина китайского чая из балета «Щелкунчик». Ну, а маленький Петя однажды написал тете. Она переехала жить в Омск. Но теперь-то вы живете ближе от Китая и можете в доступе к чаю. Вот представление для ребенка о богатстве. Каждый день можно пить чай, не на травах. Но сейчас дети, конечно, очень удивляются. Собственно говоря, дети видели родителей только в этой комнате, во время еды. Все остальное время они жили совершенно отдельной жизнью. И сейчас мы с вами по волшебной лестнице поднимаемся вне за ним, где жили мальчики. Пойдемте. Не покажите, у нас абсолютно вне за ними мыши. Как болеть еще и кучу. Но это сделано для квеста новогоднего. Посмотрите, какая крутая лестница. Будьте осторожны. Аккуратно. Держите сзади лива. Низли по табону. Останавливайте. Теперь вы понимаете, почему дамы замен отдали мальчикам. То есть дамам в пышных платьях подняться было бы просто невозможно. И вот в этой красивой комнате была спальня у мальчика. У них кроватки стояли за шириной. И в этой комнате снижена лоза и вполне теплых. Но посмотрите, какой вид на Боткинский ток открывается именно из ста. Ой, смотри, я там сидел. Значит, Бетя, который был такой впечатлительный, такой чувствительный. Он мог побежать к окну даже ночью. Здесь рядом была мама. Повторю, что очень скоро после Боткинска Александра Андреевна умирает от холета. И до 25 лет Чайковский даже вслух не мог сказать слово «мама». Его души и ритами, папа, рукой, ребенка. А в Боткинских воспоминаниях мама была рядом. И в этой комнате отноченая пела русские романсы. Отец композитора, горный инженер, начальник завода, им прекрасно играл на флейте. Писал, вчера за обедом были у меня плео и квартир. Разыгрывали пьесы весьма нервные. А вчера они в празднике в этой комнате устраивали настоящие бабы. Представьте себе, в люстрах, в антилябрах зажигаются свечи. И под звуки вальса, под звуки мазурки здесь кружатся великолепные пары. И вот однажды после музыкального вечера Петя в слезах прибежал из комнаты. Он прибежал в спальню. К нему подошла гувернантка, спросила, что случилось. А он поднял мне глаза, полный слез, и отвечал, «Ой, это музыка, музыка!» Но музыки в ту минуту, в данном уже не было. А он плакал, показывал на голову и кричал, «Она у меня здесь, она не дает мне покоя, беспокойте меня, мужа!» Теперь вы понимаете, почему от Петра закрывали рояль на ключ. Но этот рояль – вирт, сокровище нашего музея. Этот рояль, несмотря на все сложности, Петр Ильич перевозил с собой всю жизнь. Потому что вирт ему на день рождения подарила мама Александра Андреевна, от которой вещей не так уж много осталось. И вот сейчас на рояле вирт играет только лучший музыкант Венера, который приезжает к вам визе. Но скажем, в прошлом году у нас в третий раз побывал Денис Максуев, втрешний раз бывал Михаил Петнев, Валерий Геркиев, Владимир Федосеев. И все всегда плачут, когда приказаются к этим главышам. Потому что музыка Чайковского для любого музыканта – это весь мир. Но имам почетное право пройти к роялью вирт. Сударни, я думаю, вы можете присесть на стол. Иди, присесть, сударня. Давай, Сань. В общем, не все главыши отвечают, а если держать левую педаль, они будут отвечать. Спасибо. 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 Ну, понятно, что никто не играет. Да. И он еще прямо струнный, как клавесин. Да, да. Он пишет, как клавесин. Ну, я вас хочу немножко рассмешить. Мы делали реставрацию рояля и обнаружили надпись, о которой никто не знал. И оказалось, что если выдвинуть Деду Дэко внизу, нацарапана детской рукой. Петр Дурачина. Кто-то, видимо, звал поиграть из братьев и сестер. И вот так появилась эта надпись.